Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Задра и тлюки. В Тобольске опять начались рейды по контролю соблюдения масочного режима. Деньги, уходящие в никуда. У членов Новоуренгойского гаражного кооператива «Аккорд» накопились вопросы к председателю. Бомж международного масштаба. В Когалыме живет бродяга, который уже 24 года числится пропавшим без вести в родной Литве. Стыки хранительницы мира. В Нижневартовске коммунальщики замазали швы прямо поверх уникальной картины, два года украшавшей фасад одной из многоэтажек. Настала осень, и цифры больных COVID-19 снова поползли вверх, как температура у инфицированного. В Тобольске, как и по всей области, ужесточается масочный режим. Как он соблюдается в транспорте и в общественных местах, выяснил корреспондент телекомпании «Тобольское время» Шамиль Гулиев. Носить маски у многих табаляков за полгода вошло в привычку. Их надевают даже на улице. Обычно я надеваю маску, когда выхожу из дома. Я учусь в медицинском колледже, потому что у меня отличная привычка к маске. Я уже привыкла ее вечно здесь таскать. В торговый центр многие сразу заходят в маски. Те, у кого свои нет, могут воспользоваться бесплатной одноразовой. В среднем в этом торговом центре за один день в расход идут более 800 средств индивидуальной защиты. Проверка установлена, что масочный режим соблюдается в том числе и арендаторами торгового центра. Посетители реагируют на замечания и на информирование о посещении торгового центра в масках с пониманием. Инцидентов не было. К масочному режиму адаптировались пассажиры общественного транспорта. Без средства защиты кондуктор и водитель в автобус никого не пропускают. С теми, кто против, механизм общения отработан. В первую очередь это кондуктор или водитель озвучивает просьбу, ссылку на постановление. В дальнейшем, если данные уговоры, так сказать, не получаются, звонить в диспетчерскую. Диспетчерская уже связывается с полицией. Помимо внутреннего контроля, следить за соблюдением масочного режима в общественных местах Тобольска помогает первое в России мобильное предложение «Помоги остановить COVID-19». QR-коды расклеены в автобусах и торговых центрах. С помощью приложения сообщить о нарушении может каждый. С июля уже поступило более 200 обращений. Основные обращения – это торговые центры, более 170 обращений. Остальные – это в автобусах. Основные нарушения, по которым обращаются люди – это отсутствие масок у продавцов, отсутствие одноразовых масок в магазине и отсутствие антисептиков. Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области растет. По поручению губернатора Александра Мора, контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах и на предприятиях усилен. В случае, если предприятия не соблюдают и не обеспечивают безопасность обслуживания потребителей, к ним будут применяться меры административного воздействия. Как в виде штрафных санкций, которые составляют до 1 миллиона рублей, так и в виде исключения таких предприятий из единого реестра предприятий, деятельность которых разрешена. Только совместными усилиями получится успешно держать удар коронавирусной инфекции. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Похожих к кардинальным мерам, которые мы наблюдали весной этого года, сейчас не готовы ни жители страны, ни власти. Во всяком случае, максимум, на что сегодня согласны и те, и другие – ужесточить контроль за местами большого скопления людей. Но пока без закрытия он их. Поэтому в любых учреждениях пытаются найти альтернативные пути. Например, в Нижневартовском районе в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в детских садах и школах развели потоки детей на входах и выходах зданий и столовых. Соблюдение этих правил в средней школе из Лучинска контролирует родительский совет. Все подробности у корреспондента телевидения Нижневартовского района Матвея Бессонова. Этот звонок для многих школьников любимый. Он извещает не только о перемене, но и о том, что пора обедать. Сейчас для профилактики распространения коронавируса потоки учеников строго разделены. Комиссия, состоящая из представителей родительского совета, сегодня проверяет организацию питания и другие меры профилактики в излучинской школе номер два. Нареканий в этом вопросе нет ни у учеников, ни у их родителей. У младшего ребенка абсолютно все устраивает и достаточно в питании нет никаких нареканий. Да, конечно, у ребенка же спрашиваешь все равно, что кушали, что давали. У меня претензий нет. Я люблю борщ, потому что он красный и там очень много овощей. Сегодня я кушала кашу, суп и второе. На второе у нас был рис и салат. Перед обидом школьники обязательно мыют руки. Это главное правило профилактики вирусных инфекций. Уже в столовой их встречают работники в масках и перчатках. Результаты проверки порадовали как общественность, так и администрацию. Школа родительский совет по итогам инспекции вынес единственную рекомендацию. В ходе вот этой проверки рекомендовано было управляющим советом, я приняла это к сведению, конечно же, сейчас дам указание организовать это, организовать страницу в школьных сетях, посвященному вообще правильному питанию и в частности питанию детей именно нашей школы, где можно будет делиться флешмобами, делиться впечатлениями о том, как детям нравится. Отметим, что организация школьного питания с учетом разведения потоков учащихся не является единственным важным пунктом профилактики. В школе открыты несколько входов и выходов, каждый из них предназначен для определенной группы школьников – младших, средних и старших классов. Подобные проверки в ближайшее время станут регулярными, даты проведения определят совсем скоро. Матвей Бессонов, Николай Фанаков, Сергей Максимчук, телевидение Нижневартовского района. Неуловимый вы наш. В Новоуренгойском гаражном кооперативе «Аккорд» есть свой неуловимый Джо – местный председатель. Но если в известном анекдоте он никому не нужен, то здесь нужен всем. Да поймать не могут. Хотя вопросов к нему у членов кооператива масса. Почему так происходит, разобралась корреспондент телекомпании «Сигма» Вера Баранова. То коронавирус, то я завтра, то я послезавтра, то я на больничном. И вот это вот Кегамотина идет. Председатель неуловимый, говорят члены гаражного кооператива «Аккорд». Мужчины хотят провести собрание, но руководитель всякий раз находит причины, чтобы не приходить. А между тем вопросов у владельцев гаражей накопилось немало. Самое главное – за что мы платим. В расчетных листах суммы растут без объяснения причин. Поднялась цена тысяча рублей. На каком основании? Ну у меня же надо мне бухгалтер, все работают. Мы не против. Пусть работает, пусть он получает эти деньги, но пусть отчитается. Он бухгалтер, он председатель кооператива, все он. Мы не в неведении, в полном неведении. Мы не знаем, куда деньги наши уходят. За большие гаражи мы платим 3, получается, 3,200 за месяц. Представляете? У нас отопления центрального нет. У нас просто, ну просто каждый суд только греет. Он не может просто отчитаться за проделанный год, вообще за прошлый год отчитаться не может финансово. Ни за предыдущие годы отчитаться не может. Сколько раз к нему подходили, действительно, чтобы собрал собрание. Ни в какую не хочет. Как-то было, что уже, ну самостоятельно собрались, уже его вытащили, как говорится, пообщались. Он какие-то непонятные бумажки по финансам предоставлен, ничем не закрепленные абсолютно. Просто напечатанные от руки. Там, не знаю, сам обдумал цифры. Вторая претензия собственников – отсутствие охраны и ограждения территории кооператива. Еще три года назад председатель собрал с людей по 6 тысяч рублей на строительство забора. Но ВОЗ и ныне там. В начале отказываются возвращать деньги, говорят, что забор будет. Но забора до сих пор нет. Недовольны новоуренгойцы и тем, что мусор вывозится редко, как и снег зимой. Беспокоят жители и внезапное строительство. Вот это стройки идут. Люди просили у них места. Дайте места, если стройки здесь не будет. Вот, пожалуйста, началась стройка. Клубок проблем заставил людей даже обратиться в прокуратуру. Правда, здесь им отказали в разбирательстве. Однако владельцы гаражей в борьбе за свои права написали новое письмо в полицию, которое уже приняли. Нам удалось связаться с председателем кооператива Николаем Белунык. По телефону он с нами поговорил, но озвучить разговор в эфире не дал согласия. Со слов председателя, забора нет, так как сдали деньги меньше половины собственников. Что же касается повышения тарифов, уточняют, услуги недешевые и выходят в копеечку. Всего в кооперативе 270 гаражей. Аренда земли, по данным Департамента имущественных отношений, обходится кооперативу в 66 тысяч рублей в год. По подсчетам самого председателя, общее содержание со всеми расходами, в том числе и за ресурсы, выходит более 3 миллионов рублей. Не получив ответ, откуда такие расходы, владельцы гаражей намерены сыграть последний аккорд в этой истории и сменить председателя. В случае, если срок полномочий текущего председателя не истек, то общее собрание будет собираться по повестке досрочного прекращения полномочий текущего председателя. В уставе этой организации прописано, что может подниматься этот вопрос в случае, если этого требуют 25% от общего числа членов кооператива. Здесь эксперты рекомендуют новорингуйцам переизбрать председателя. Перед этим обязательно предупредить правление кооператива, составить письменный протокол собрания, а затем передать эти данные в налоговую и банки для изменения прав доступа, и чтобы новый председатель мог контролировать поток денег в кооперативе. Мир Баранова, Денис Галкин, телерадиокомпания «Сигма». Сигнал стабильный. В Сургутском районе Югры реализуют проект «Айти-стойбище». Для этого председатель местной думы приехал в родовое угодье Клима-Канкерова. Там не так давно появился беспроводной интернет. Для чего он нужен оленеводам, узнал корреспондент телекомпании «Сургутинформ-ТВ» Максим Щербаков. Он вай-фай вперед на метров 300, наверное. Вековые традиции встретились с современными технологиями. В родовом угодье Клима-Канкерова в прошлом году появился стабильный интернет. Сигнал обеспечивает вышка с передатчиком. Скорость хорошая, да, прям и фильм, и все прям хорошо крусит, и что-то скачать с интернета. Доступный интернет в этом родовом угодье – часть регионального проекта «Айти-стойбище». В том, что он успешно развивается в Сургутском районе, убедился председатель Думы муниципалитета Анатолий Семеняк. На встрече с губернатором мы этот вопрос оговаривали. Я хотел лично посмотреть, убедиться, что действительно это работает. Вот сейчас мы к Климу-Канкереву приехали, посмотрели, увидели, вышка стоит, подключили сигнал, сигнал устойчивый. Для главы угодья Клима-Канкерова свободный доступ в интернет освободил много времени. В городе теперь он гость редкий. Всю симу получается, и интернет постоянный, и электронная почта, все бумаги распечатывать дома, и не надо было в город ехать, ноутбук все дома пользовались. Блага цивилизации в семействе Канкеровых идут рука об руку с вековыми традициями. Глава угодья показал председателю районной думы дом своего прадедушки, построенный почти сто лет назад, и традиционный холодильник ханты. Сооружение, сложенное из бревен и обито со всех сторон, мхом, зимой наполняют снегом и хранят там продукты. Для Анатолия Семенника проблемы в жизни коренного народа всегда актуальны. Тем более, что такие места – это и центр притяжения туристов. Традиционный образ жизни сейчас храняет очень мало народов, поэтому надо поддерживать это, развивать. Ну и с точки зрения туризма, как раз в Сургутском районе, вы знаете, что в эту область мы как раз обратили особое внимание для развития этнотуризма. Эти стойбища, оригинальный проект, он как раз еще и в помощь для развития туризма. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь родового угодья. Гостей здесь не виделись с середины весны, но сейчас на стойбище Кантеровых уже готовятся принять первые группы туристов. Спрос на самобытность и культуру ханты остается высоким. Это «Большая область». Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Бомж международного масштаба. В Когалыме живет бродяга, который уже 24 года числится пропавшим без вести в родной Литве. Стыки хранительницы мира. В Нижневартовске коммунальщики замазали швы прямо поверх уникальной картины, два года украшавшей фасад одной из многоэтажек. Бомж международного масштаба. 24 года на Когалымских улицах прожил гражданин Литвы. Йонас Вяпштис в далеких 90-х трудился строителем. Зеленый Змин решил его работы и с тех пор Йонас бродяжничает в северном городе. При этом в своей стране Вяпштис числится без вести пропавшим. Но эта история не про обитателей социального дна Когалыма. Она про то, что мир не без добрых людей. Подробности у корреспондента медиахолдинга «Западная Сибирь» Юлианы Сотник. Вряд ли кто-то из нас мог бы уснуть в таком месте. Импровизированная кровать из картонок, подушки, сковородки, тара под воду. Здесь есть практически все. Спасибо богатым когалымским мусоркам и жителям микрорайона, которые подкармливали бездомного. Однако, несмотря на попытку создать свой уголок, Йонас Вяпштис остается беззащитным перед ветрами, морозами и бродячими псами. Меня и собаки грызли зимой. Да, напали. А тогда милиция была. Они спасли меня. 20 лет никто не помогал. Никто. Все мимо проходили, как слепые котята. А Мирабелла Исаева мимо пройти не смогла. Ей о бездомном дяде Ване, так его имя звучит на русском, рассказал шестилетний сын Марк. Посыл к маме и сказал, что я на свою дяденьку, ему нужна помощь. Со мной были мальчишки, а они смеялись над дяденькой. Девушка тут же помчалась на помощь. Каждый мужчина в своей жизни должен сделать три вещи. Посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Йонас Вяпштис воспитал дочь и, кстати, построил не один дом в Когалыме. Каждый житель города хоть раз слышал о литовских и эстонских проектах. В прошлом работник литовской бригады, сегодня бомж. Йонас Вяпштис, электромонтер из Прибалтики, в 80-х приехал на заработки в Когалым. Все изменила одна ошибка. В 96-м, бурно отметив свой день рождения, дядя Ваня не вышел на работу, за что и был уволен. Ну, сделали банкет, банкет сделали, выпили. И меня, это, комендант увидел, выпившему пьяну. Мы на работу не вышли, вот эти два дня. И комендант меня не записал на самолет. Так дядя Ваня оказался на улице, где только не приходилось жить за эти годы. Например, в этих теплотрассах он провел три зимы. Да, в родной бункере на трубах спали. Раньше были такие диваны старые. Вот я найду диван, половину дивана разберу, половину. Не было ни связи, ни денег. Так мужчина объясняет, почему за столько лет не получалось связаться с роднёй. Спустя 24 года, когда эту историю узнала Мирабелла Исаева, она начала поиск родственников. Через соцсети она вышла на племянника дяди Вани. Выяснилось, что Йонас Пранович числится на родине без вести пропавшим. Ему там даже памятник поставили. Люди поддавали заявки от его имени в жди меня, просто никто не откликался. В принципе, его никто и не искал, потому что все знали, что он умер. У него даже могилка есть. Как нам рассказали в управлении соцзащиты, о проблеме иностранца знают. Он успел пожить в Сургутском центре социальной адаптации и Тобольском мужском монастыре. Вот только на родину за 20 лет никто его так и не отправил. Всё упиралось в деньги, рассказывает Йонас. В июне этого года в уникальный случай иностранца вмешался депутат окружной думы Андрей Ковальский. Он оплатил поездку Йонаса Прановича в посольство Литовской Федерации. И там мужчине выдали справку о подтверждении гражданства. Ковальский очень добрый человек, кандидат. Он купил мне билет в Москву и назад купил. Сейчас ведется работа по получению паспорта. Для этого отправлено письмо в посольство Литвы. И в ближайшее время Йонас Пранович будет записан на прием. Также будет оказано содействие по возвращению Йонаса Прановича на родину. Сегодня Мерапелла готовит уроженца Литвы к возвращению домой. В этом ей помогают неравнодушные жители города. Они намерены купить дяди Иване авиабилеты. Депортации здесь не можно быть, потому что намного быстрее и удобнее отвезти его за личные средства. Поездка запланирована на октябрь. Мы будем следить за развитием событий и выйдем на связь с Йонасом Вяпштесом, когда он окажется на родине. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей. На Ямале в разгаре путина. Только не такая, как 10-20 лет назад. Сейчас традиционная и самая востребованная северная рыба муксун и нельма под запретом вылова. То, что мы видим в наших магазинах, в основном искусственно выращенное. Тем не менее, без сырья рыбозаводы не останутся. Рыболовецкие бригады ведут интенсивный промысел и на реке Надым. Какая добыча попадает в сети рыбакам и куда она отправляется на реализацию? Узнал корреспондент телекомпании Надым Денис Долгов. База рыбаков находится на 85-м километре реки Надым. На месте бригадир, остальные на промысле. Здесь все просто генератор и два вагонечка. В одном из них ловцы живого серебра хранят добычу. Засоленная эта, как правило, чебак в таре, свежая вся остальная пакуется в мешки. Та, что на стеллажах, замораживается. Такой налим ловится. Окунь. Довольно-таки не мелкий. Вместимость 12 тонн, внутри минус 18. Это оптимальная температура для хранения, говорит наш гид в рай рыбаков Виктор. Порой улов примерзает, но этот случай есть специальный инструмент. Закончилась тара, пришлось насыпать. Вот такие есть экземплярчики. Сколько я? Повес его, например? Килограмм около 8. И это еще далеко не самая большая. Рекорд этого сезона щуков 13 килограммов. В среднем хранилище заполняется недели за три. Сбывают рыбу как на Ямале, так и за пределами округа. Рыба отправляется на Пуровский рыбоперерабатывающий завод. В Тюмень. Ну, местным рыбоперерабатывающим предприятием на дыме. Отправляются на промысел, рано утром возвращаются ближе к вечеру. И так уже почти 4 месяца. Все вылазки, сколько, кого и когда поймали, фиксируются в журнале. Живут и отдыхают в вагончике. Но условия не жалуются, всегда есть что поесть. Приготовили вчера вечером мясо, картошка. И есть где поспать, почти как в плацкарте. Здесь у нас находится спальное помещение. Здесь отдыхаем после работы. Здесь кровати вполне удобные, мягкие. Из-за развлечений чтение и радио. Причем изобретение Попова ловит только на окне, что оказалось весьма удобно. Так работает, так не работает. Работает, не работает. Выключать, то есть, не нужно. Надоело, музыка убрал, молчит. Рыболовством занимается второй год. Местный предприниматель Александр Бородин. В 2020-м он получил губернаторский грант. Более чем на 14 миллионов рублей. И квоту на 140 тонн рыбы. Пока из реки удалось добыть 70. С приходом осени улов стал меньше, говорит бригадир Виктор. Как встанет лед сразу на большую землю. Но не хлебом единым и рыбой насущной живет север. Тяга к прекрасному живет. Но ее не всегда получается удовлетворить. Когда высокое во всех смыслах искусство сталкивается с прозой жизни, оно зачастую проигрывает. Именно такой случай произошел в Нижневартовске. Горожане с 2018 года с удовольствием смотрели на огромную картину хранительницы мира, которая украшала фасад одного из многоквартирников. Но тут в доме понадобилось утеплить швы. И коммунальщики их утеплили. О том, что стало с местным шедевром, наша коллега из телекомпании «Самотлор» Эльмира Казанина. В Нижневартовске начали восстанавливать мурал хранительницы мира, всемирно известной художницы Юлии Волчковой, которая украшает фасад дома 94 по улице мира. За работу взялась нижневартовская художница Любовь Молева. Она смогла грамотно подобрать палитру, чтобы вернуть картине первозданный вид. Напомню, в начале июня граффити было испорчено. Дело в том, что летом по заявкам жильцов дома коммунальщики промазали швы, чтобы утеплить фасад. Сама автор тогда обратилась к управляющей компании с просьбой остановить процесс и найти другое решение проблемы, чтобы сохранить полюбившийся вортовчанам образ. Обслуживающая организация пообещала после утепления восстановить его первозданный вид. И слово сдержала. Проговорили с Юлей обстоятельства. Сложились так, что из-за пандемии она не может выехать просто с Таиланда. То есть она там находится. Посредством связи ватсап мы с ней вели непосредственно диалог по поводу исправления. И рассчитывали все-таки на то, что она приедет и исправит сама. Но так как все-таки все-все продлевается и она не может выехать, она нашла профессионала, подобрали краску, заколировали, подготовку сделали полную. Техническую поддержку оказала первая управляющая компания. Она предоставила автовышку. День выдался теплым и солнечным, что благоприятно скажется на качестве работы. Весь процесс занял долгих семь часов. Любовь Молева, которой предстояло провести эту кропотливую работу, многогранный художник. Она занимается портретами, живописью, а также имеет большой опыт творчества в современном стиле стрит-арт. В Тюмени тоже возник скандал с уличной росписью. Но совсем по другому поводу. То, что искусство может вызывать разную оценку, факт общеизвестный. Одним нравится, другим нет. Если в Нижневартовске картину решили восстановить, то здесь, похоже, придется закрасить. В споре о вкусах разбиралась съемочная группа телекомпании «Тюменское время». В рамках фестиваля «Морфология улиц» молодые художники взялись за стены тюменских домов. В целом, горожане это одобрили, потому что смотреть из окна на цветную картину куда приятнее, чем на серую стену. А вот на улице Циолковского что-то пошло не так. Художник Артем Овер изобразил самурая, который очень не понравился жителям дома напротив. Именно вот этот агрессивный взгляд. Именно только вот этот персонаж красный. Ну, вот у моей мамы, вот ей именно, она как бы противник, можно сказать, ей именно не нравится. Эстетствующие горожане начали писать жалобы, и под их давлением художник переделал картину. Две женщины подходили, я с ними по 40 минут общался, и, короче, там какой-то буча началась, и мы подумали, окей, ладно, давайте переделаем. Что переделали? Самурая? Да, лицо самурая. Он был настроен агрессивно, на их словах. Он был просто, типа, решительный, собран. То есть, изначально он задумался как такой, типа, готовый ко всему. Ну, я подумал, окей, ладно, он может и добрым будет, он тоже самурай, может, он будет приятнее выглядеть. Мы исправили это и убрали заодно огонь в правой части рисунка, потому что он буквально олицетворял горячие сроки. Когда уже мне сказали, что есть какие-то жалобы, и меня сейчас могут прикрыть, типа, всю эту историю, тогда мне было настолько плохо, что я заболел, у меня 38,9 было. В общем, художником может обидеть каждый. Хотя судьба самурая по-прежнему неясна. Сейчас по этому поводу проводятся опросы в соцсетях. Планируют привлечь экспертов, архитекторов и искусствоведов. По итогам всего этого и будет принято решение оставить как есть или замазать. Такое увидела уходящую неделю творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова